Приветствую вас, Марина. Вас зовут Марина. Приветствую вас, Марина. Смотрите, какая получается штука. Ну, во-первых, вы не описываете того, чего вы хотите. То есть, проблема ясна и понятна, да? Ну, вот, чего вы хотите, непонятно. Вот, не очень понятно, вообще. А, вот, что вам, ну, что вам нужно, непонятно. Поэтому, мне кажется, что начинать, в первую очередь, нужно того, чего вы хотите, чего вы хотите вообще от нас. Как этот психолог? То есть, ну, понятно, что вы хотите избавиться от синдрома гадкого твердка, но, то что, как вы понимаете, просто не получится взять и взять и избавиться. То есть, нужно смотреть. Смотреть, как он появился, вот, вследствие чего он появился, что послужило. Его, как бы, появлению, да? Вот, и уже там будет, как бы, понятно. Уже там будет, как бы, ну, очевидно. Там уже будет очевидно. Вот. А пока что, это больше история про, знаете, про то, что, что вот, мне плохо, я страдаю, да? Но, в то же время, где-то, вот, в глубине души, я как-то, ну, может быть, боюсь, боюсь, может быть, выходить из этого расстояния, да? Боюсь что-то менять, потому что, ну, я уже так привыкл. Вот. Понимаете, да? Какая штука, какая штука. Вот. Поэтому ситуация требует своего анализа, что требует своего, как бы, изучения, да? Потому что, совершенно очевидно, что вам эта позиция что-то дает. Совершенно очевидно, что вы, ну, для себя что-то получаете. Вот. Когда находитесь и находитесь в ней. Вот. Я имею в виду, когда находитесь в этом состоянии. Вот. Не факт, совершенно, что вы этого хотите, да? Не факт, совершенно не факт, что вы этого хотите. Вот. Вот. Но, то, что, то, что вам это что-то дает, это очевидно. Совершенно очевидный момент. По поводу гадского ультенка, здесь есть несколько составляющих. Есть несколько составляющих. Первая составляющая, это оценка. То есть вы оцениваете себя. Это первая составляющая. Что вы себя, как мне кажется, очень сильно оцениваете, сравниваете. Вот. Но при этом, как мне кажется, себя не слышите. Вот. Не слышите себя вы от слова совсем. То есть, ну, вообще говоря, довольно сложно себя сравнивать, да, и слышать. Вот. Ну, то есть, очень сложно себя с кем-то сравнивать, да, или оценивать. Вот. И в то же время себя слышать. Вообще это нереально. Вот. Поэтому я не удивлен. Я совершенно не удивлен, что вы себя не слышите. Вот. Совершенно не удивлен, что вы, ну, что вы вот так вот себя воспринимаете. Вот. Вот, ну, таким образом. Вот. Но, тем не менее. Я повторюсь, здесь вот важный момент, на который хочется обратить ваше внимание, это именно, именно оценка ваша. То есть вы себя постоянно оцениваете. Постоянно себя оцениваете. Вот. Эта позиция, она не может быть, как бы, для вас чем-то хорошим. Эта позиция не может быть, для вас чем-то комфортно. Значит, отказ от оценки, от оценок и, вот, как бы, движение в сторону того, чтобы, ну, чтобы, как-то вот, к себе прислушиваться, да. Наверное. Это, пожалуй, важно. Следующий элемент, с чем вы, возможно, не согласитесь, или вам будет довольно сложно с этим согласиться. Это то, что вы требуете от себя. Слишком много, как мне кажется. То есть ваши требования к себе, они очень, ну, они очень, очень серьезные. Вот. При том, что в этот момент происходит, как бы, отход. Такой, опять-таки, от себя, да. Отход от своего внутреннего состояния, да. И, значит, приходит во мне, значит, природа этих требований, ну, правильно, как и то, что, то, что вообще, они, вот, эти требования существуют у вас к себе. Нужно тоже, что замечать, да, и, что исследовать. Потому что это важный момент. Важный момент. Дальше. Интерес. То есть, вот, насколько вам интересно делать то, что вы делаете. Ну, вообще, глобально, да. Если в этом вы. То есть, если в этом, ну, ваши чувства, если в этом ваши эмоции, если в этом ваши ценности, да, вот. То, что вы, ну, чем вы занимаетесь, условно говоря. Вот. Это тоже очень важный момент. Потому что, если вы занимаетесь чем-то, условно говоря, не от души. Если вы занимаетесь чем-то, условно говоря, через силу. Вот. То я бы сказал, что это может быть довольно серьезные проблемы. Потому что, ну, коль вы себя не слышите, да, вот. Коль вы себя не воспринимаете, коль вы себя не чувствуете, вот. А, ну, могут возникать определенные трудности и проблемы. Вот. У вас. Поэтому, не бы хотелось, конечно, в этом вам, показать бы, помощь, вместе с вами, посмотреть. А, ну, что вам, что вам интересно? Что вам может быть интересно? Вот. Это, вот, такой, аспект. Как мне кажется, весьма важно. И вначале. Ну, и, пожалуй, последнее, на что можно было бы обратить ваше внимание. Это на то, что, как правило, сама идея, идея гадского ученка, это идея родительская, то есть не собственная человек, а родительская идея. И я бы сказал, я бы сказал, что эта идея, она требует, опять же, проект своего замечания. Да, да. Надеюсь, оттуда в религиозного kana построена, что здесь только мы говорим обнеACHупаться на хуже, так же, keinen хуже. к примеру. Вот такой момент он достаточно важен. Я хотел бы, чтобы вы в этом себе отдали отчувствия. Вот, потому что это довольно-таки эфириол. Вот, то, что хочу вам сказать. Так что нужно, конечно, работать со своей фаналфинкой, точнее. Отказываться. Точнее, это оценивание в себе, потому что, с точки зрения моего подхода, с точки зрения моего подхода. Уверенность в себе это миф. То есть, словно говоря, уверенность в себе не существует. Если человек уверен в себе, значит его, соответственно, можно разуверить его, к сожалению. Вот. А если человек просто понимает себя, таким, как он есть, но при этом пользуется своими достоинствами, да, пользуется своими ресурсами, которые у него есть. Ну вот, в принципе, вот так вот лучше. Становится сразу всё хорошо. Вот. Так что, вот такой ответ я могу вам дать. На этом, пожалуй, всё, что я хотел вам ответить. Вот. Сейчас, на данный момент. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы для себя определённые выводы сделаете. Надеюсь, что он дал вам, ну, какую-то пищу для мыслей ваших, для размышлений ваших. Вот. Буду вам благодарен за отзыв по моим ответам. Это может служить началом вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.